Аромат полевых трав последний месяц зимы. Это ли не чудо? Душистый чай из трав, собранных на просторах земли Рязанской, крепкой рукой казака Игоря Лащилина, окутывал всех участников большого и красивого народного гуляния, приуроченного к двунадесятому празднику Среди Дня Господня и Дню Православной Молодежи. Будем благодарить Бога за то, что Он нам открылся в этот праздник, явил нам свою милость и любовь. Будем эту любовь от Бога принимать и дарить ее друг другу. С праздником всех вас! И сразу вспомнилось значение праздника Сретения – встреча с Господом, встреча холода с теплом, нахождение человека утраченного, встреча с любовью и надеждой на воскресенье, живым свидетельством которому на празднике была резвая лошадка по имени Пасха. Ее хозяйка Дина – удивительная девочка с горячим и добрым сердцем. Безвозмездно, то есть даром, предложила свои услуги маленьким участникам праздника. Вместе со своей лошадкой Пасхой они катали деток. Лошадку Пасха зовут? Она в Пасху родилась. Ай, девочка, ай, девочка. Здорово. Это сколько ей лет? 11. Она была взрослая, поэтому знает свое дело. Ай, Пасха. Это на игрушечке у нее. Скажи спасибо за то, что покатали. Скажи спасибо. О, какая пасха. О, какая пасха. Ай, унис. Она в свои года-то еще ого-го фор даст молодым. Да, Пасха? Так что молодежь – это понятие спорное, да? Конечно, у каждого свое. Кто-то за компьютерами, а кто-то вон вверхом на лошади. Классно. 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 Красиво как-то. Вот она, что делает. Спасибо большое. И вам тоже спасибо. Начало увлекательнейшего путешествия к прощенному воскресенью в Архангельском храме Михайлова состоялось 19 февраля. Возле храма в этот день разворачивалось множество событий – викторины, конкурсы на поедание блинов, исполнение веселых песен, перетягивание каната. Малыши под руководством Елены Якушиной показывали свои художественные способности. Будешь раздеться, не буду с тобой водиться. Ты, братишка, не серчай, на загадки отвечай. Ты смотри, не подкачай. Я занимаюсь рисованием. Буду ходить в художническую школу. Но меня пока туда не берут, потому что там сейчас все заполнено, и я могу только попасть туда 1 сентября. А тебе очень хорошо, да? Да. А сегодня, вот сегодняшний день праздничный, он тебе понравился? Да. Чем он тебе понравился? Здесь веселья много, праздников. Здесь у всех можно увидеть улыбки. Мы давно блинов не ели, мы блиночков захотели. Ой, блины, 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 ой, блиночки мои. На поднос она кладет и сама к столу несет. Ой, блины, 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 ой, блиночки мои. Быстрее, быстрее, быстрее. Приняли участие в праздничной программе и Михайловские пожарные. Растаивший снег накрыл пенный снег, и зрители этого действия имели возможность подержать его в руках. Хорошо, когда пена пожарных используется в мирных целях в качестве показательного выступления. Конечно, посмотреть, как тушить пожарные, вот это тоже очень всегда было интересно. Конечно, хотел я еще, чтобы дети попробовали сами огнетушителем потушить огонь. Вот, ну, в этот раз не очень удалось, только нам продемонстрировали. Так, так, чтобы не боялись, потому что я, например, долгое время вообще, лет до 30 боялся огнетушителя в руки взять. На самом деле, это вещь, которая должна быть в каждом доме, в каждой квартире по-хорошему, да, и каждый человек должен уметь ей пользоваться, чтобы в случае чего предотвратить возгорание, там, распространение огня. Тоже такая важная бытовая вещь, и каждый человек, особенно мужчина, должен это уметь. В случае не участия. В центре происходящих событий, конечно же, была снежная горка. Она без внимания в этот день не осталась и пользовалась огромным спросом, как у малышей, так и у взрослых. Взрослые в этот день были, ну, прямо как дети. Вы здесь живете рядышком? Живу рядом здесь, да. Вообще, вы их совершенно оказались на этом празднике, или вы знали о нем заранее? Нет, я об нем знал. Очень хотелось попасть, потому что наш русский праздник исконный, корни наши. Тем более, весна начинается, это же очень символично. Вообще, то, что вы здесь увидели, вас не разочаровало? Очень понравилось. И старый, млад здесь, и все довольны. Улыбки на лице. Очень хорошо. И организованно очень здорово все. Особый колорит внесла веселая группа из села Стрелецкие выселки. Настоятель Свято-Никольского храма Ирей Роман Луканин со своей супругой, матушкой Ольгой, приехали вместе с прихожанами храма. Да не с пустыми руками. В Стрелецких выселках я вижу, что впервые я вижу, что мы таким делом занимались. Мы уже давно им занимаемся. Давно? Да. Ну, отшу. Как давно? Разложить, наверное, ну. Не надо. Не надо. Они же разные. Вот это мне вообще нравится. Ну да, они разные. Вот это очень красиво, матрешка. Вообще, так эксклюзивно. Смотри, видишь, стыкуют, да? Их надо расставлять. Это что? Да, они вот, смотри, разные. Я понимаю, но они в общем... А лицо какое у них? А лица у них живописные. Россия великий, да. Вот здесь они разные. Смотри, где русские? Мы единый народ. Чуваши, мордва, татары, русские. И все, кто составляет население России. У нас одна страна. И пусть песня, которую исполнила прихожанка Свято-Никольского храма в села Стрелецкие выселки, Чувашка Ирина Мамонтова, настраивала участников праздника на радость, во мне же эту радость сменили щемящая боль и гордость за то, что именно православная вера является источником объединения, на первый взгляд, разной, но вере в единый русский народ. Поздравляю вас к праздникам. Желаю вам всем крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким. Спаси вас Господи и помоги вам Бог. Я по национальности Чувашка. Михайловская земля стала мне родной, моим деткам и моим внукам. И для вас от всей души, сердечно, я спою нашу народную чувашскую песню. Песня. 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 А какие песни пели? До сих пор их мелодичные напевы звучат в голове. Старинные русские и казачьи, лирические и шуточные, их пели все. Не только профессионалы, к коим относятся Ирия Роман и Протерея Вячеслав, а также матушка Ольга и Марина Трушина, оказавшие услуги аккордеониста в этот день. А все-все, у кого душа в этот день пела и разворачивалась в сторону добра, любви и дружбы. Матушка вручала всем желающим отпечатанные слова этих песен, и вокальная группа с каждым куплетом песни становилась все шире и звонче. Как же было хорошо! Павел Лащилин под напевы казачьих песен показал мастер-класс по владению казачьей шашкой. Павел Лащилин под напевы казачьих песен, Вот это заговенье получилось на Великий пост. Столы ломились от всяческих явств, румяных блинов, нескольких видов пирогов, различных сладостей, мяса на гриле и горячего травного чая. Все съедалось молниеносно, но голодных не осталось, потому что всего было достаточно. Вот вообще, скажите, вот как сегодня так вам удалось столы такие накрыть? Ведь это сейчас тяжело в наше время. Все деньги... Божьей помощью нам помог Михаил Архангел. Да, долго молились, и быстро все у нас получилось. Ну, ничего не получилось, не в защите. Слава Богу, да. Ну, батюшка, все, Божьей помощи батюшке, который очень хлопочет, везде все может достать, привезь нам. С его только помощью мы такой организовали праздник молодежный. Все повеселились, все попели, поиграли. Вот я смотрю, вы молодым не уступали. Да, конечно. А молодежь берет с кого? Со старшей. А те, кто подзамерзли, имели возможность согреться в горячем танце, предложенном матушкой Ольгой. Да, и вот большое, конечно, спасибо матушке отца Романа и отца Романа за то, что они фольклорную часть тоже привнесли. Мы же совсем разучились петь русские песни, танцевать русские танцы, вот, со всем разучились общаться. Вот именно в нашей русской традиции хочется, чтобы это все возродилось. Танцевать мы здорово, батюшка. Вот, да, мне очень там понравилось. И я думаю, что надо обязательно это все делать, надо обязательно вводить. Ну, по крайней мере, вот при храме мы пытаемся это делать. Ритм танца ускорялся. Танцующие пары с широкими улыбками и звонким смехом сменяли партнеров. Но с площадки не уходили, дождавшись финала мелодии. Сейчас, благодаря тому, что отец Вячеслав пригласил нас сюда, в город, получилось, что то, что было на уровне приходском, приобретает такое уже более широкое значение, проводится в городе, и силами, ну, как минимум, двух приходов. Происходит так, что у нас Масляная неделя захватывает праздник Сретенье. Праздник Сретенье – это день, когда мы молимся и о православной молодежи, вот, и о Масляной неделе – это наше начало путешествия к прощенному воскресенью, который, конечно, всегда… С одной стороны, это вхождение уже в Великий пост, а с другой стороны, это такое радостное вхождение, потому что в среду-пятницу отменяется пост в чем-то, а в чем-то он уже вступает в свои права. Вот, поэтому такое удивительное соединение, и прощение – это всегда дело непростое для гордого сердца, но, с другой стороны, радостное, когда оно происходит, когда человек получает, поэтому вот мы здесь радуемся вхождению, вхождению в эти дни. А вот группа, которую вы сегодня привезли, я смотрю, она увеличивается. Группа прихожан, которые с нами приехали, это наши прихожане активные, которые активно участвуют в жизни церковной и литургийной, и вне храма, в гостях составляет, конечно, воскресная школа, но не только, и все те, кто неравнодушен. Вот такие веселые очень много молодежи. Потому что основа и воскресная школа, уже подросшая и выросшая, уже целое поколение, да, потому что уже семьи есть тех, кто первых выпускников, по крайней мере, уже семейные, люди уже с детьми своими. Поэтому, конечно, это увеличится естественным образом. Стрельбу из лука организовал на празднике Игорь Васильевич Горшков, являющийся заместителем председателя Рязанского отделения Федерации стрельбы из лука. Стреляли в этот день все, и мальчики, и девочки. Поступило предложение от отца Вячеслава. 15 числа большой праздник был в Средине. У меня, кстати, у мамы день рождения в этот день. Один исполнил, 70 лет. Сказал, что праздник большой, надо при вседении молодежи. И объяснил нам, что праздники, которые проходят в городе, это очень хорошо. Но все-таки вот для православного человека ближе сегодняшний день, то есть именно перед Масленицей, перед вот этой Масленичной неделей, проститься со всем плохим, встретить весну, и уже дальше готовиться к Великому посту. Ну, попросил поддержать эту инициативу. Мы, конечно, согласились, потому что мы очень долго уже дружим с отцом Вячеславом, много лет лично с ним, с Архангельским храмом. И субботников здесь много проводили, помогали, чем могли. Ну, естественно, сразу детям все сказали, дети с радостью откликнулись. Жетончики мы делали. Вот как раз Архангельский храм писали, что вот День православной молодежи, Михаила, 17-й год. Дети пришли, откликнулись. Я очень рада. Мероприятие, на мой взгляд, очень серьезное и очень хорошее. Несмотря на то, что вот такая легкость, вроде бы, несут из зелья, но на самом деле имеет большую, имеет такую душевную какую-то основу для детей, для их родителей. И, знаете как, Бог ведь у нас плохому не учит и никогда научить не может. И чем мы ближе к Богу, независимо от того, часто ли мы ходим в храм или в своей душе верим в это, тем лучше. И каждый ребенок, я думаю, должен видеть, что, оказывается, праздники можно отмечать вот так. Не с каким-то напитками, не где-то там, не знаю, в каких-то компаниях сомнительных, а вот именно весело, именно с душой по-русски. Ведь раньше русский обычай, он оттуда идет. У нас были какие гуляния всегда, именно вот старинные гуляния, а не на улице, какие-то там кулачные бои, но ведь это не превращалось в драку и побоище. Это были именно дружеские какие-то встречи. Ну и мы крайне благодарны отцу Вячеславу, что он нас пригласил, что как бы вот дети наши пришли, откликнулись. Мы здесь вот сегодня автоматы разбираем, мальчик наш разбирает. Ну вот так. С праздником вас. С праздником, Олег. Спасибо. Тем временем меткая молодежь стреляла из лука, а кто-то из ружья мастерски отпиливал доску. Руководил процессом на трудовой станции Евгений Гуськов, он же и организатор музыкальной части. Помощь в проведении праздника оказали друзья отца Вячеслава. Татарин и десантник Фаузир Закеевич Байгузин, крещённый отцом Вячеславом, совместно с Владимиром Шумилкиным вели секцию стрельбы из пневматической винтовки. Батюшку просил, и мы оказались. Мы всегда готовы помочь и оказаться в любой момент в нужном месте. Православная молодёжь должна быть подготовлена. Подготовлена она должна быть. К чему? Ко всему. Что может встретиться им в жизни, чтобы они были подготовлены и достойно вышли из любой ситуации. Отец Вячеслав этот день был на расхват. Его звали то на одну площадку, то на другую. При этом он ухитрялся и хороводы поводить, и потанцевать, и пострелять. Самое главное назначение, День православной молодежи, праздник именно того, что молодёжь должна у нас быть, во-первых, верующей, во-вторых, привученной к труду, любить труд, любить свою родину, любить работу, которую делают руками, не только клавиши нажимать. Ну и для мальчиков, патриотическое направление, полюбаясь, винтовки, звука, всё это так, чтобы как-то зародить, затонуть струнки ребят и девчат. То, что у каждого, в принципе, есть сердце, настроение, расположение, желание трудиться во славу Божию для блага своей Родины. Если кто-то из случайно и не случайно заглянувших на огонёк с зажжённой прихожанами Архангельского храма во главе с настоятелем Протеереем Вячеславом и не знал об этих праздниках, то после участия в викторинах и конкурсах приобщился и принял решение заняться изучением вопросов. Спасибо вам, что я нет. На всю семью. Вот. Ну и очень-очень понравилось, потому что у нас мужчина участвовал вообще один. Спасибо большое. Всё-таки, так сказать, есть в этом что-то наше такое вот, именно христианское, именно такая от корней. Хочется попробовать. Немножко себя заставить что-то сделать. Не то, что тело хочешь, но и душа, чтобы немножко стыкнулась. Подошёл к нему и шаг, укусил за ногу. Боишься ты, боишься, ты меня не боишься, я тебя не трогу. Даша Сазонова учится в девятом классе. В мае она отметит нежную дату жизни – шестнадцатилетие, шесть лет из которых посещает воскресную школу при Свято-Никольском храме. Даша с гордостью говорит, что является прихожанкой этого сельского храма и не стесняется перед сверстниками своего статуса – православной христианки. Даша живёт полной и радостной приходской жизнью, в которой нет места грусти, тоске и лени, а вера в Бога помогает ей каждый день. Мы вообще при церкви, я считаю, будет лучше, лучше. Мы в себе воспитываем что-то, ну что-то такое. Не вот пошли там погулять, что-то ещё, вот, спокойное такое. Православная молодёжь. Говорит, ну чё ты там в церковь ходишь, вообще зачем тебе это надо? А ты как считаешь, правильно это? Или всё-таки тяжело вообще православной молодёжи жить среди неправославной молодёжи? Нет. Легко листать неправославной молодёжи и православной молодёжи? Как ты считаешь? Я считаю, нужно становиться православными, потому что тяжело объяснить. Ну, как для человека, я считаю, Бог – это очень важно. Помогает жизни вера? Помогает. Насколько он тебе помогает? На все сто процентов. А на сегодняшний праздник? И то, что вы приехали в группе отца Романа? Да, с батюшкой, да. Ну, мы вообще хотели у себя проводить масленицу, потом нас отец Вячеслав позвал, и мы вроде хорошо, приедем, повеселимся. Ну вот, приехали после службы, уже, наверное, здесь шло, всё веселье, но мы приехали с своими песнями, с матушкой, и матушка очень такой интересный человек, талантливый. И вот она нас, так сказать, развивает в этом смысле. Репертуар песен такой интересный, казачьи песни. Да там какие-то песни, как матушка рассказала, сейчас мне даже вы переделываете слова. Да, потому что иногда бывают не очень хорошие слова, не очень хороший смысл, но матушка в нужное русло ставит нас, и вообще, и песни тоже. Поздравляю всю православную молодежь, и вы не православные, чтобы все не православные стали православными, вот, с таким праздником, как масленица. Ну, веселимся, готовимся к посту. Пока мы брали интервью, участвовали в конкурсах, викторинах, пели и плясали, чай на травах был выпит веселыми участниками праздника. Так что пришлось довольствоваться пирожком с капусткой. Аромат чая все еще витал в воздухе, напоминая о встрече зимы с весной, и приближении праздника праздников Светлого Христова Воскресения.